Здравствуйте! В эфире программа «Ваш юрист». Пандемия коронавируса негативным образом затронула очень многие сферы жизни. Бизнес буквально закипает от невыполненных контрактов, обязательств, невозможности вести часто какую-то деятельность. И сегодня со всех сторон идет информация, что во время пандемии можно не исполнять контракты. Якобы наступили форс-мажорные обстоятельства, и это прекращает все обязательства. Насколько это правильно и законно, об этом мы сегодня поговорим с адвокатами, Паншиным Денисом и Поляковым Игорем. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Денис, скажите, пожалуйста, что такое форс-мажор? Понятие форс-мажора дано в Гражданском кодексе. Так вот, с точки зрения права, под форс-мажором понимаются обстоятельства непреодолимой силы, которые влекут полное либо частичное невозможное исполнение обязательства. Для наличия форс-мажора необходимо наличие двух критериев. Первый – это чрезвычайность, то есть данное обстоятельство нельзя было предусмотреть при заключении договора. И второй – это непреодолимость, то есть это обстоятельство нельзя преодолеть обычными способами исполнения обязательства. Только при наличии данных двух критериев обстоятельство будет признаваться форс-мажором. Но тут необходимо помнить и понимать, что сам по себе форс-мажор, он не освобождает от исполнения обязательства, он освобождает только от ответственности за его неисполнение. То есть, к примеру, если вы обязались поставить какой-либо товар покупателю, но не смогли это сделать в связи с форс-мажорными обстоятельствами, то даже если они будут признаны таковыми, то от обязательства по поставке вас никто не освободит. В данном случае вы лишь не будете нести ответственность и не обязаны будете уплачивать штрафные санкции, которые установлены договором либо законом. Игорь, как вы считаете, пандемия COVID-19 может считаться форс-мажорными обстоятельствами? Безусловно, как раз в продолжении сказанного Дениса, здесь и есть вот эти два признака. Первый – чрезвычайность. Это причина наличия вот этой пандемии. И следствие – непреодолимая сила, непреодолимость. Это невозможность предпринимателям, организациям исполнить ранее взятые на себя обязательства. Но о каких законах идет речь? Разумеется, ни в Гражданском кодексе, ни в федеральных нормативных документах, каких-то ссылок и отдельное введение термина юридического непреодолимой силы применительно коронавирусной пандемии не предусматривается. Я бы в первую очередь ориентировался на постановление губернатора от 18 марта 2020 года. Это региональное краевое о мерах по предотвращению распространения на территории края вот этой коронавирусной инфекции, где вводится режим повышенной готовности. А далее по тексту говорится о том, что само распространение коронавирусной инфекции – это чрезвычайное непредотвратимое обстоятельство, которое расценивается как непреодолимая сила, то есть форс-мажор. Но мы должны понимать, что есть список предприятий, в том числе на уровне указа президента этот список введен, постановление правительства Приморского края, которые не освобождаются от текущей ежедневной планомерной работы деятельности предприятия, организации, учреждения. Разумеется, то есть они действуют, как и действовали в штатном режиме, то есть обязаны выполнять те обязательства договорные, какие они на себя возложили, заключая договор. Денис, а ваше мнение? Ну, я немножко раскрою ту мысль, которую начал Игорь. То есть абсолютно неправильно полагать, что форс-мажорные обстоятельства, они устанавливаются одновременно для всех и существуют для всех. Это не так. В постановлении губернатора сказано, что коронавирусная пандемия является обстоятельством непреодолимой силы. Но это не означает, что абсолютно все договоры с этого момента являются неисполнимыми. То есть в постановлении сказано, что сама коронавирусная пандемия является обстоятельством непреодолимой силы. То есть государство подтверждает, что оно не может регулировать распространение этой инфекции. И для государства само распространение инфекции является обстоятельством непреодолимой силы. Но как это влияет на исполнимость обязательств? То есть не может само по себе это устанавливаться абсолютно для всех. Вот возьмем, к примеру, программистов, которые удаленно пишут программу, корректоров, которые правят тексты. Для них в чем здесь форс-мажор, в чем для них невозможность исполнить обязательства? Они абсолютно могут спокойно это делать у себя из дома на своих компьютерах, так как, собственно говоря, делали и раньше. Но если мы возьмем деятельность фитнес-клубов, ресторанов, баз отдыха, для которых государством введены запреты на осуществление деятельности, то для них уже можно говорить о наличии форс-мажора. Поэтому форс-мажор устанавливается и должен определяться индивидуально к виду деятельности, либо к конкретному обязательству. Абсолютно для всех его существовать не будет. Ну, скажем так, в продолжении сказанного, если предприятие перешло на дистанционную работу, то есть в такой ситуации говорить о исцелации на то, что не буду выполнять обязательства, так как вообще идет и нам угрожает коронавирус, нельзя. Правильно же помню? Ну, здесь необходимо как бы разделять, возможно исполнить это обязательство или невозможно? Дистанционно всегда возможно, он сидит дома, работает на компьютере, бухгалтер или юрист, что ему мешает подготовить документы? В такой ситуации, конечно, ничего. Но если мы говорим о каких-то поставках товара, о монтаже оборудования в том же фитнес-центре, то как вы это сделаете из дома? Тогда уже да, будет форс-мажор. Хорошо. С какими судебными трудностями может столкнуться предприниматель, который не исполнил обязательства по договору в условиях пандемии? Ну, мы уже об этом немножко начали говорить. То есть, как раз для того, чтобы освободиться от ответственности за неисполнение обязательства в случае возникновения судебного спора, вам необходимо будет доказать, что сама вот эта невозможность, она возникла в связи с этими обстоятельствами, введенными государством запретами и ограничениями. То есть, вы не выполняете контракт не потому, что вам не хочется или у вас какие-то трудности с этим незначительные возникли, а вы его именно не можете исполнить, ваш конкретный контракт. Вот возьмем пример с поставкой товара. Вы купили товар из-за границы, но в связи с введенными ограничениями закрыта граница как того государства, где вы его приобрели, так и закрыта граница Российской Федерации. То есть, вы в принципе не можете его поставить, вы никак не можете повлиять на это обстоятельство, вы не можете приехать на границу и сказать, у меня там стоит контейнер, мне его срочно надо привезти, откройте, пожалуйста. То есть, в этом случае вы, конечно же, будете действовать в ситуации форс-мажора, но вы должны будете поставить этот товар после того, как ограничительные меры прекратятся, и границы опять будут открыты. Только в этом случае вы будете освобождены от ответственности. Или вторая ситуация, когда вы обязались поставить товар, который продается на территории Российской Федерации, он есть в наличии, то есть вы его можете купить и поставить, но на него выросла цена. То есть, это не освобождает вас от ответственности и не освобождает вас от обязательств по поставке товара. То есть, это тот предпринимательский риск, который вы могли и должны были предвидеть при заключении договора. Также необходимо учитывать, что если контракт был заключен вами уже после того, как возникли эти ограничительные или запретные мероприятия, то тогда ссылаться на форс-мажор вы также не вправе, поскольку, когда вы договор заключали, вам об этом уже было известно. А вначале мы говорили, что для форс-мажора необходима непредвиденность. То есть, на момент заключения договора вы еще об этом не должны были знать. Вот такой пример приведу. Организатор свадеб уже после того, как была запрещена деятельность ресторанов, взял предоплату за то, что он организует свадьбу, закажет банкет, организует каких-то выступлений артистов, фейерверк и так далее. Но он не может это сделать. Освобождает ли его это от ответственности? Нет. Потому что на момент заключения договора он уже знал, что обязательства он исполнить не может. И на форс-мажор в такой ситуации он ссылаться не в праве. Сейчас говорят о том, что можно не возвращать кредиты. Это действительно так? Вопрос вам обоим. Давайте я отвечу. Кредитно-денежные обязательства, они продолжают даже в условиях пандемии осуществляться как положено. То есть ссылки на курсовую разницу, девальвацию рубля и прочее не распространяются. То есть обязательства сохраняются. Ну тут я немножечко добавлю. В начале передачи мы уже говорили, что для наличия форс-мажора необходимо одновременно два существующих критерия. Это непредвиденность и чрезвычайность. Вот непредвиденности в плане, если мы берем кредитное отношение, ее не будет. Поскольку беря кредит, любой разумный человек должен предполагать, что завтра он может лишиться работы, ему могут понизить зарплату, либо какие-то иные финансовые трудности у него возникнут. Поэтому и форс-мажор на кредитное отношение распространяться не может. Но мы сейчас говорим про предпринимателей. Они же брали такие обязательства в расчете на прибыль, а в связи с пандемией ее нет, деятельности нет. Это все предпринимательский риск, и в гражданском кодексе прямо записано, что предпринимательские риски форс-мажором не признаются. Так, хорошо. Да, кстати, в продолжение, и на граждан тоже это не распространяется, форс-мажор. Когда физические лица возлагают на себя обязательства по кредитам, микрокредиты и прочее, они также продолжают выплачивать по условиям договора. Денис, Торгово-промышленная палата России признала существование коронавирусной инфекции в качестве форс-мажора и предписала региональным палатам выдавать заключение об этом бесплатно. Прокомментируйте. Ну, это очередное заблуждение. Во-первых, Торгово-промышленная палата у нас в основном занимается выдачей заключений по внешнеторговым сделкам. Да, сейчас действительно вышло письмо Федеральной торгово-промышленной палаты, в котором указано, что дана рекомендация региональным палатам выдавать такие заключения. Но тут, опять же, необходимо понимать, что, во-первых, такое заключение, оно никак не гарантирует того, что в случае возникновения судебного спора ваша ситуация будет признана форс-мажорной. То есть это будет являться одним из доказательств, но оно также может быть и опровергнуто. Кроме того, сейчас появилась статистика по выдаче Торгово-промышленными палатами таких заключений. Так вот, в 95% случаев они отказывают в признании обстоятельств форс-мажорными. Сейчас в связи с такой статистикой Федеральная торгово-промышленная палата обратилась в Верховный суд с просьбой дать разъяснение, что в данном случае будет пониматься форс-мажором и в каких ситуациях он должен применяться. Применяет ли он, в частности, к отношениям аренды, к отношениям лизинга? Ну, надеюсь, что после того, как и если Верховный суд соответствующее разъяснение даст, то многие вопросы и в судебной практике, и среди юристов будут сняты. Государство готово помогать предпринимателям в таких условиях? Да, в настоящее время государством принимается ряд мер, направленных на поддержку предпринимателей. Да, конечно, эти меры недостаточны и необходимо над ними еще работать. Но в том числе приняты нормы об арендных каникулах, о кредитных каникулах, о введении моратория на банкротство для отраслей наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, введены какие-то отсрочки по оплате налогов, по уменьшению размеров взносов на фонд заработной платы и так далее. Вы сказали про арендные каникулы. Это какой-то специальный закон, принятый в связи с пандемией? Значит, согласно этому закону, любой арендодатель обязан предоставить арендатору отсрочку в течение 30 дней после его обращения с соответствующим заявлением, заключить дополнительное соглашение. Правила применения положений о предоставлении отсрочки арендной платы, они урегулированы постановлением правительства от 3 апреля этого же года. И вот, согласно этим правилам, отсрочка предоставляется не всем, а только тем арендаторам, деятельность которых связана с отраслями, наиболее пострадавшими от коронавирусной инфекции. А есть какой-то список этих отраслей? И где его можно посмотреть? Да, перечень таких отраслей также устанавливается правительством. Первоначально, если я не ошибаюсь, у него было включено 18 отраслей. Это авиаперевозчики, деятельность ресторанов, театров, фитнес-клубы и так далее. Он постоянно дополняется, и сейчас у него включено, по-моему, порядка 25 отраслей. Не исключено, что впоследствии этот перечень будет расширяться. В продолжение сказанного Денисом, ко мне сейчас регулярно поступают обращения проконсультировать граждан-арендаторов, о том, можно ли им, как арендаторам административно-деловых центров, не платить аренду. Но собственник не соглашается, говорит, пандемия, пандемия, но вот у нас есть условия договора, и в какой-то срок вам выставляется счет. Соответственно, будьте добры проплатить аренду в полном объеме, как вы платили и до этого, месяцами и годами. Они вот недоумевают, как же так, их необходимо освободить и предоставить со стороны собственника здания арендные вот эти вот каникулы и отсрочки. Вот Денис как раз и поясняет, что если это обычный деловой центр, то не относится он к отраслям, которые наиболее пострадали, и, соответственно, взыскание или должно произойти как бы приостановление выплате арендных платежей. К торговым центрам это не относится? Мы говорим административно-деловой центр. Торговые центры, они могут тоже не функционировать и закрыты быть. Ну, тут можно я тоже немножко добавлю? Да, то есть на таких арендаторов и на такие отношения не будет распространяться этот закон о предоставлении отсрочки по арендной плате. На них также, может быть, не будет распространяться форс-мажор. И возникает вопрос, что же тогда делать? Но это же не единственные способы и механизмы защиты, которые предусмотрены в нашем законе. То есть у нас, кроме этого, еще есть освобождение от прекращения обязательства в связи с невозможностью его исполнения такой способ защиты. У нас возможно требовать изменения условий договора в связи с существенным изменением обстоятельств. То есть здесь, когда стороны не могут договориться и прийти к какому-то консенсусу, необходимо и одной, и другой стороне правильно выбирать вот эти способы защиты, которые существуют в законе. Только от этого будет зависеть, есть ли какая-то перспектива по минимизации соответствующих затрат, рисков и так далее. Ну, то есть в таких спорных вопросах, конечно, может помочь разобраться только специалист, если стороны не могут договориться. Безусловно, самостоятельно предприниматели бы в этом разобраться были достаточно сложно. Вот с учетом пандемии я бы рекомендовал все-таки сторонам договариваться, садиться за стол переговоров. Сколько это будет коронавирусная инфекция, нас еще тиранить и пугать. Но договорные отношения должны в конечном итоге сохраняться. Но мы должны также понимать, что просьба арендатора к арендодателю, собственнику помещения, здания, с тем, чтобы его или освободили от договорных вот этих отношений временно, или дали отсрочку, она должна носить заявительный характер. То есть не нужно говорить, что собственник обязан. Он ничего не обязан, потому что при заключении договора аренда, особенно когда они прошлых лет, там эта пандемия и не указана была. Соответственно, нужно садиться тогда и договариваться. Денис, а на каких условиях предоставляется эта рассрочка? На что вправе рассчитывать арендатор? Значит, на срок действия режима повышенной готовности, то есть до той даты, когда он будет отменен, отсрочка предоставляется в размере 100% размера арендной платы. После этого, после того, как режим повышенной готовности у нас на территории Приморского края прекратится, и вплоть до 30 октября, до 1 октября 2020 года, извиняюсь, отсрочка уже будет предоставлена в размере 50% от арендной платы. Однако, если договором аренды было предусмотрено, что в состав арендной платы входят какие-то коммунальные платежи, либо расходы, которые несет арендодатель на содержание здания или помещения, то вот в части этой суммы рассрочка и отсрочка не предоставляется, и арендатор обязан ее будет уплачивать своевременно. Денис, в какой период арендатор должен будет погасить задолженность, и должен ли он будет заплатить штрафные санкции за несвоевременные платежи? Законом предусмотрено, что погашение той отсрочки, которая была предоставлена в связи с коронавирусной пандемией, должно производиться в период не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года. То есть государство дает 2 года на погашение данной задолженности. Задолженность должна гаситься равными платежами в течение этого периода, и размер платежей не должен превышать половины размера арендной платы. Что касается штрафов, неустоек и иных финансовых санкций, то они в связи с предоставлением данной рассрочки не применяются. Игорь, вам есть что дополнить? Я прошу обратить внимание, что эта отсрочка не предоставляется автоматически. Необходимо выразить свою просьбу письменно, то есть она носит уведомительный характер. Только после этого она будет рассмотрена арендодателем, предположим, собственником, и вопрос рассмотрен будет в пользу арендатора. То есть не по умолчанию? По умолчанию она автоматически не наступает. Что пожелаете, как практике, нашим зрителям и коммерсантам? Садиться за стол переговоров, договариваться, может быть, менять какие-то условия договора, то есть не доводя ситуацию до судебных разбирательств. Я тоже советую жить дружно, стараться совместно преодолевать данный кризис. Ну, а если уж договориться не получилось, то заранее собирать доказательства, доказательства невозможности исполнения обязательств, невозможности использования помещений, невозможности произведения оплат и так далее. Потому что надеяться на то, что суд сам разберется и примет вашу сторону, в данном случае не приходится. Все придется доказывать. Спасибо за актуальную, как всегда, информацию. В общем, понятно, что, конечно, мир всегда лучше ссоры. Поэтому, друзья, договаривайтесь. Это была программа «Ваш юрист». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова